Автокатастрофа произошла ранним утром на 143-м километре трассы М-54. Рейсовый автобус двигался по маршруту Кызыл-Красноярск. В его салоне было 24 пассажира. По предварительным данным он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим 16 человек. От удара половину корпуса микроавтобуса «Мерседес» буквально срезало. В нем были 15 женщин. Все они ехали из Лисосибирска-Пшушинская на фестиваль «Мир Сибири». 10 пассажиров и водитель погибли на месте. Еще четверых сразу доставили в центральную районную больницу. Рейсовый автобус «Хендай» из-за столкновения улетел в кювет. Четверо человек из него также пострадали. Спасателям пришлось извлекать людей с помощью специальной техники. Пожарно-спасательная техника. Пожарные участвовали в деблокировании тел погибших и пострадавших на месте происшествия. На месте катастрофы с утра побывали губернатор Виктор Толоконский, министры транспорта и здравоохранения. Движение временно перекрыли, чтобы проезжающие автомобили не уничтожили следы аварии. По мере скопления машин инспекторы ненадолго открывали проезд по части дороги. К месту трагедии уже к полудню приехали родственники тех, кто был в злосчастном микроавтобусе. Жена Виктора Берина случайно оказалась в нем. Освободилось место и ей предложили съездить на фестиваль в Шушинское. Теперь Виктор Артурович осматривает все, что осталось на дороге и ищет вещи супруги. На телефон она не отвечает. Поеду сначала в Балахтинскую больницу, посмотрю. Там сказали, кто-то есть живые. Ну, если нет, поеду, значит, все уже. Красноярск. Трое пассажиров рейсового автобуса получили ушибы и ссадины. Их отпустили после медицинского осмотра. Несколько часов на месте происшествия работали следователи. Они проводили замеры. С ними находился и водитель. Он отказался от комментариев. Обстоятельства автокатастрофы выясняются. Вероятность того, что он уснул, очень мала, потому что в этом автобусе были два водителя. Они менялись. И он пересел только в Балахте, поменял напарника. Директор автотранспортного предприятия, которому принадлежит рейсовый автобус, разводит руками и говорит, что не понимает, как такое могло приключиться с таким опытным водителем. Десятки лет уже работает на транспорте. И на автобусах дальние расследования. Никаких нарушений нет у водителя. И, конечно, то, что туман был, погодные условия тоже были. Также Михаил Ильянков указывает на то, что сам микроавтобус не был изначально предназначен для перевозки пассажиров. По одной из версий, микроавтобус «Мерседес» был переделан из грузового. И кресла в нем были просто прикручены саморезами от удара. Их буквально выбросило на дорогу вместе с пассажирами. Сыграло ли это свою роль и можно ли было избежать такого количества жертв, будь микроавтобус оборудован по всем правилам, предстоит разобраться следствию. Анна Московских, Александр Ермошенко. Новости.